Здравствуйте друзья! И снова героем моего обзора становится светильник с адресными светодиодами из экосистемы Tuya Smart. В этот раз это гирлянда в виде небольших шариков, которую можно использовать и для подсветки, и для украшения, и даже для новогодней елки. Управляется устройство по Wi-Fi и при помощи комплектного пульта дистанционного управления. Кроме штатной системы управления устройство можно управлять и из Home Assistant, включая смену световых эффектов. Обо всем подробнее далее в моем обзоре. А пока проверьте, не забыли ли вы подставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Тип устройства адресная светодиодная гирлянда. Модель MSL6. Интерфейс управления Wi-Fi, Bluetooth и К-пульт. Длина 10 метров, есть версия на 5 метров. Напряжение питания 5 вольт USB. Класс защиты IP67. Экосистема Tuya Smart. Совместимость Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant. Поставляется гирлянда в небольшой картонной коробке, я так понимаю, что универсальна для подобных устройств, по принципу, что туда может физически поместиться. На задней стороне имеется наклейка с номером модели, длиной в моем случае 10 метров и техническими характеристиками, про которые я уже рассказал. Вот так выглядит содержимое. В принципе это меня и натолкнуло на мысль о том, что упаковка универсальная. Лента из прошлого обзора в нее очевидно не поместилась, поэтому пришла в простой коробке. Давайте подробно рассмотрим все, что нашлось с коробки и разберемся, нужно ли нам что-нибудь еще для работы. Наклейка для контроллера и кабель питания под USB разъем, отдельного блока питания в комплекте нет. По моим наблюдениям на максимальной яркости мощность гирлянда около 5 ватт, даже чуть меньше. Поэтому подойдет любой блок с током нагрузки от 1 ампера и выше, например старая зарядка от телефона. Пульт управления на 24 клавиши, он работает по ИК каналу, то есть ему нужна прямая видимость с приемником контроллера гирлянды. В принципе его вполне достаточно для базового управления устройством. Работает он от батарейки CR2025, в комплекте ее не нашлось, это связано с особенностью отправки элементов содержащих литий. У меня есть много батареек CR2032, она отлично подошла. Разница 0,7 мм толщины. Контроллер, это и есть умная часть устройства, которое управляет гирляндой. Тут есть три кнопки, их назначение понятно по надписям. Дополнительно нужно знать, что удержание кнопки включения активирует режим сопряжения. Также в контроллере имеется микрофон для музыкального режима. С одной стороны в нем имеется разъем для подключения кабеля питания. Стоит еще отметить, что в отличие от гирлянды, контроллер не имеет защиты от влаги. С другой стороны подключена гирлянда, она несъемная и на небольшом проводе находится приемник для ИК пульта. Сама гирлянда представляет собой адресную ленту на VS2812B, каждый диод которой упакован в шарик диаметром около сантиметра. Такая конструкция обеспечивает водонепроницаемость. Всего я насчитал 66 диодов в гирлянде, расстояние между ними около 15 сантиметров. От контроллера до первого диода около 1 метра чистого трехпроводного кабеля. Управление с пульта позволяет пользоваться гирлянды сразу после подачи питания. Кстати, USB разъем дает возможность подключать ее к Powerbank или адаптеру в автомобиле. Это открывает дополнительные интересные варианты для ее применения. Так как гирлянда все-таки умная, пора перейти к подключению. Базовая система управления Tuya Smart или Smart Life. Смартфон должен быть в сети 2,4 ГГц. Удержанием кнопки включения на контроллере реактивируем сопряжение, после чего устройство появляется в списке доступных. Выбираем его и указываем к какой сети подключаться. Немного ждем пока на контроллер будут переданы данные для подключения. На этом этапе по всей видимости обмен идет по Bluetooth. После добавления загружается плагин. Гирлянда появляется в общем списке устройств откуда ее можно включать и выключать. Для полного управления нужно запустить ее плагин. В нем есть 4 вкладки и первая это режим сцен, с которой можно выбрать световые эффекты. Сами эффекты разделены на 7 вкладок, которые изображают варианты ее использования. Пальма, елочка, забор, телевизор, гирлянда и т.д. А внутри каждой из вкладок имеется возможность выбрать один из эффектов, просто перелистывая их. Количество зависит от выбранной вкладки. В приложении анимация показывает как светит гирлянда. Сверху регулируется яркость. Но на самом деле эффектов не так много как кажется, многие из них повторяются в разных вкладках. Дальнейшее мое исследование подтвердило этот факт и мне удалось точно определить сколько тут есть эффектов, но об этом чуть дальше. Следующий режим музыкальная работа от отстроенного микрофона. Тут можно выбрать гамму в которой будет светить гирлянда, в том числе и автоматический выбор, а также один из четырех режимов работы. И последний режим работы статическое освещение. Тут все просто, выбираются желаемый цвет и яркость, можно использовать для простой атмосферной подсветки. Четвертая вкладка настроек, она точно такая же как и у адресной ленты про которую недавно рассказывал, ссылка на обзор в описании. Планировщик позволяет создать расписание для включения и выключения гирлянды в зависимости от времени и дня недели. Обратный отсчет он же таймер, позволяет задать интервал от одной минуты до суток, по истечении которого гирлянда переключит свое текущее состояние на противоположное. В автоматизациях есть два раздела, первое это триггеры условия, то что определяет запуск. Гирлянда может участвовать в этом разделе и предлагает три варианта событий и условий. Это статус устройства включено или выключено, режим работы, простой цвет, музыкальный или эффекты и состояние таймера, временной интервал в секундах. Второй раздел автоматизации действия, тут описывается что должно произойти в случае запуска автоматизации, и тут те же самые режимы что и в триггерах. Гирлянду можно включить или выключить, поменять режим работы или задать таймер, но нет возможности выбрать цвет свечения, какой-то конкретный эффект или музыкальный режим. В следующие пару минут я просто буду показывать разные световые эффекты гирлянды, в комментариях к прошлому видео про ленту написали что этого в обзоре не хватает. Еще добавлю что при выключении из приложения или пульта, работает режим памяти состояния при возобновлении питания, а при выключении с контроллера при сбросе питания гирлянда включается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для работы в Google Home нужно разово добавить в него свой аккаунт Tuya Smart через меню устройств совместимых с сервисами. Это разовая акция, после этого все поддерживаемые устройства из Tuya будут видны и здесь. Гирлянда поддерживается. Из управления тут только статический режим работы, можно изменять яркость и цвет, эффектов музыкальных режимов нет. В Home Assistant гирлянда может быть добавлена через штатную интеграцию Tuya Smart как обычный цветной светильник. Работать будет так же как и в Google Home в режиме статического цвета без эффектов и музыкального режима. Поэтому стоит рассмотреть и альтернативную интеграцию. Она называется Local Tuya и добавляется из Hacks. Для нее требуются те же самые данные, что и для Tuya Smart, но она работает по локальной сети и в большинстве случаев имеет более широкий функционал. В данном случае обнаружилось 6 датапоинт, это что-то вроде логических интерфейсов для управления и получения данных от устройства. Сначала добавляю их все, называю соответствующими номерами и через приложение меняю различные параметры, чтобы увидеть на какие датапоинт они будут влиять. 20 это включить-выключить, 21 режим работы, 24 это параметры цвета и яркости, а 26 таймер в секундах. Но главное это 25 эффекты. Например в ленте из прошлого обзора их не было. Опытным путем я определил, что все эффекты имеют свои номера, созданные по одному шаблону. Начинается он с трехзначного номера, а заканчивается на 3E8. Номера доступных эффектов от 0.10 до 190, причем не все подряд. Не было например 0.40, 0.90, 130, 170 и тому подобное. Удаляю и добавляю по новому уже как светильник на 20 датапоинт. 21 это режим, а 24 цвет. Для управления статическим цветом этого достаточно. Еще раз добавляю 21 уже в виде сенсора, он будет нужен для переключения режима в работы для эффектов. 25 это непосредственные эффекты, большой плюс, что их можно менять через Home Assistant. А 26 таймер, это опционально, так как в Home Assistant легко можно создать свой собственный таймер. Получилось устройство, содержащее в себе один объект домена светильник и три сенсора. Сейчас посмотрим, что с ними можно делать. Название сенсоров я изменил сообразно названию самой грилянды, чтобы потом не путаться. Итак, светильник. Как и в штатной интеграции, умеет работать только статическими цветами и яркостью. В этом случае 21 датапоинт отображает режим Color. А для работы с световыми эффектами нам нужен режим Сцена, запомним. Для управления эффектами я сделал пакетч, ссылку на него вы сможете найти в описании под видео. Для эффектов я сделал выпадающий список. Причем, в отличие от эффектов в приложении, их номера я сделал без пропуска, от 0.10 до 200. И получил 20 работающих эффектов вместо 15 в приложении. Все, что выше 200, уже не работает. Для смены эффектов необходима автоматизация, которая следит за изменением состояния выпадающего списка. Условия для ее работы, гирлянда включена, так как менять эффекты на выключенный или недоступный, смысла нет. Далее идет селектор условий, который проверяет, в каком режиме находится гирлянда. Если Сцена, тогда нам нужно присвоить 25 датапоинт, номер из выпадающего списка, который определяет один из 20 эффектов. Если любой другой режим, то срабатывают условия Not. Скорее всего, это будет режим Color. В него светильник автоматически переходит при любом изменении объекта Light. Также остается вариант режима Music. В таком случае, сначала в 21 датапоинт присваивается значение Сцена, что переводит гирлянду в режим эффектов. И только после этого, номер эффекта отправляется в 25 датапоинт. Сделать циклическую смену эффектов, можно тем же методом, который я показал в видео про смену цветов. Если вы его не видели, ссылку вы найдете в описании. Вот так это работает. При включении активируется режим Color. Если нам нужен эффект, выбираем нужный номер из списка, что переключает режим в Сцена и активирует его через 25 датапоинт. Как я сказал ранее, работают эффекты с номерами от 0.10 до 200. Меняем цвет и режим переключается в Color. В этом светильнике мне понравилась его длина, водонепроницаемость, небольшая мощность, что позволит длительно его питать от Powerbank, если конечно есть такая необходимость. Плюсом является и возможность интегрировать гирлянду в Home Assistant с сохранением управления эффектами. Если говорить о минусах, то не хватает возможности выбора эффекта в автоматизациях родного приложения Tuya Smart. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые обзоры и уроки, подписывайтесь на мой канал. Вы можете поддержать развитие канала, став его спонсором, либо оформить подписку на сервисе Patreon, или сделав небольшой донат на BuyMeCoffee. Также я веду и телеграм-канал, в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройство умного дома, буду рад, если вы присоединитесь к нему. В описании под видео размещены ссылки, по которым можно заказать эту гирлянду, а также на другие мои видео по данной теме, на сервисе для материальной поддержки и мой телеграм-канал. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!